На приставном стульчике. Нужна ли России дружба против Пекина? Восемь часов ровно 3 июня 2020 года. Знак авторского права РИА Новости. Виталий Аньков. Российско-китайские военно-морские учения. Морское взаимодействие на полигоне Клерк в Приморском крае. Знак авторского права РИА Новости. Виталий Аньков. Москва. 3 июня РИА Новости. Софья Мельничук. Дональд Трамп собирается отложить саммит Большой Семерки до осени и хочет пригласить на него еще 4 страны, Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, поскольку нынешний формат, по его словам, устарел. Китай не позвали неудивительно, ведь именно поведение КНР и предлагают обсудить на встрече. Пойдет ли Москва на дружбу против Пекина, разбиралась РИА Новости. Есть о чем поспорить. Россию исключили из G7. После вторжения в Крым, она не входит и не войдет в семерку из-за постоянного неуважения и безнаказанного нарушения международных правил и норм. Так канадский премьер Джастин Трюдо высказался об инициативе президента США. Не в восторге от этой идеи британский премьер Борис Джонсон. Его спикер заявил, что Соединенное Королевство наложит на такое решение вето. Лондон не намерен пускать Россию в семерку, пока Москва не перестанет вести агрессивные и дестабилизирующие действия, которые угрожают безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников. Знак авторского права. EP Photo slash Marcus Schreiber Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции Дональд Трамп и сам переносил сроки сначала на конец июня, в онлайн формате, затем на сентябрь, но в офлайн. Я откладываю саммит, поскольку мне не кажется, что G7 Отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшее объединение, объяснил Трамп. Подготовку к встрече в верхах он обсудил с российским президентом по телефону 1 июня. О намерении пригласить дополнительных участников Трамп рассказал в конце мая. Он хочет собрать традиционных союзников и тех, кого затронул коронавирус, чтобы поговорить о Китае, уточняла директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиса Фарах. Старые новости возврат к большой восьмерке с Россией обсуждают не первый год. Нравится вам это или нет, у нас есть мир, которым надо управлять, говорил Трамп в 2018-м, схожего мнения придерживался и президент Франции. Прошлым летом, после встречи с Владимиром Путиным, Эммануэль Макрон заявил, что без G8 невозможно урегулирование на Украине. Знак авторского права АП-2020. Филиппе Вайзер. Лидеры стран-участниц G7. На ежегодном саммите. Архивное фото, кому это выгодно в том же 2014-м, когда Россию исключили из восьмерки, началось сближение Москвы с Пекином. Процесс идет не всегда просто, у сотрудничества есть и подводные камни. Так, например, китайские банки отказывались обслуживать российских юридических и физических лиц из-за американских санкций. Штамм коронавируса нашим ученым предоставил не Пекин, это сделали европейские коллеги. Кроме того, россияне, как и прочие иностранцы, порой страдают от ксенофобских настроений в Поднебесной. Однако сближение продолжается, а пандемия и кризис его даже ускорили. На фоне падения цен на углеводороды в начале весны КНР закупила у России рекордные 1,6 миллиона тонн нефти. В прошлом году товарооборот между странами превысил 110 миллиардов долларов, в 2013-м было 88,8 миллиарда. Россию и Китай связывает также необъявленный союз. Москва помогает соседу создавать систему предупреждения о ракетном нападении. Регулярно проводятся совместные военные учения. Москва перенимает китайские разработки в сфере технологий 5G, в то же время обе страны оказались в американском списке ревизионистских держав, переписывающих мировой порядок. Знак авторского права РИА Новости Виталий Аньков экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время российско-китайских военно-морских учений морское взаимодействие 2017, что касается других потенциальных участников саммита Южной Кореи и Австралии, то это давние и надежные партнеры и союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С Индией не так. Отношения Нью-Дили и Пекина, традиционно напряженные в том числе из-за приграничных территориальных споров, в последние годы улучшаются. Теоретически Индия может подключиться к расширенному формату Большой Семерки, полагает Алексей Куприянов, старший научный сотрудник ИММО РАН. Многое зависит, во-первых, от динамики нынешней ситуации на границе с Китаем и в принципе индийско-китайских отношений, пояснил он в разговоре с РИА Новости. Во-вторых, от того, как поведут себя другие приглашенные. Индия в последнее время избегала участия в форматах, которые можно было бы трактовать как антикитайские, к примеру, не приглашая Австралию на учение Малабар, трехсторонние маневры Японии, Индии и США, Прим, Рэд, чтобы не превращать их в учение КВАД, четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии, Прим, Рэд. Знак авторского права. Ипи-фото слэшер Ансан Коке. Истребитель ВМС США садится на борт крейсера. УСС Теодор Рузовелт, Киви-Вен. 71. Во время учений Малабар. 2015. Но если сейчас противостояние зайдет слишком далеко, индийцы вполне способны передумать и продемонстрировать, что им есть куда идти, если китайцы перегнут палку, отметил эксперт. Как бы то ни было, Россия к семерке не присоединится. Весомых причин возвращаться туда, откуда один раз уже выгнали, нет. Просто обсуждение Китая едва ли послужит для Владимира Путина весомым аргументом в пользу поездки за океан в сентябре. К тому же, как напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, существуют комфортные для всех участников и эффективные механизмы международного диалога. Например, саммит Большой Двадцатки, где встречаются лидеры всех ведущих стран мира. Субтитры подогнал «Симон»